Друзья, чтобы понять сколько правды, а сколько вымысла у Тунмана, мы тут более подробно выслушаем то, что он описывал о нагайцах, о их быте и так называемой кочевой демократии. Интересны также его упоминания собственных источников, как Наминиха, например, того немца, который так великолепно повоевал в Крыму в тридцатых годах восемнадцатого века. Итак, слушаем. Ногайцы имеют своих мурс, как крымцы, из которых некоторые являются главами самых больших колен. Они находятся под властей крымского хана, но их повиновение ему очень условно. Они следуют за ним в его войнах, платят ему часть получаемой добычей, некоторую плату за каждого пленного, которая возрастает от одного рейса Талера до трех альтюнов, дукатов. Они тоже обязаны посылать к нему четырех мурс на праздник Большого Байрама, чтобы пожелать ему счастья и привезти подарки. Ну, вот такая форма зависимости. Часто они соглашаются признать над собой власть назначенных им бегов, которые принадлежат большей частью к принцам крови. В остальном они делают, что хотят, часто бунтуют, и власть хана никогда не было достаточно, чтобы держать их в повиновениях. Они гораздо грубее крымских татар, живут большей частью в палатках, ведут кочевую жизнь и мало занимаются земледелем. Кстати, припомним вам, что знаменитый наш Дмитрий Менделеев, изобретатель периодической системы химической, да, был из нагайцев родом. Они едят конину, пьют кобылье молоко и живут все еще так же грязно и безобразно, как и предки у них. Плоские черно-коричневые морщинистые лица. Хорошо заметны, кстати, сейчас части украинской народности и даже у многих южно-русских типов, казацких. Морщинистые лица, маленькие глубоко лежащие глаза, впалые носы, очень мало волос на лице. Они склонны к грабежу и не упускают случая грабить путешественника, но не убивают никого напрасно, хотя охотно продают пленников, если чувствуют себя в безопасности. Вообще же они гостеприимны, дают бесплатно, что имеют, и даже усердно приглашают проезжающих иностранцев, если только они хорошо служены, развлекаться с их самыми красивыми невольницами. Заметьте, насколько этот обычай распространен среди многих народностей с севера и поныне. Ну, до какого-то времени, ныне-то это уж не знаю, так ли это. Они носят очень короткие рубахи на бумажной материи, очень широкие штаны из грубого сукна или овечьих шкур. Их кафтаны шьются из ситца, сверх кафтанов они одевают еще баранью шубу, причем сообразно с временем года выворачивают мех то внутрь, то наружу. На войне, кроме лука и сабли, они носят еще очень длинный дротик сунгу, кинжал в кушаке и кожаной веревке, чтобы связывать пойманных ими невольников. Лишь немногие носят агресс-стрельное оружие, их храбрость не очень славится. Но однако, заметьте, Тунман тут приводит свидетельство фельдмаршала Миниха, который считал их самыми храбрыми из тартар. Таковы вот, как говорится, упоминания о нагайцах. А вот о верованиях их мы считаем их очень недостоверными и носят печать фальсифицированных новых приписок позднего времени, таково наше мнение. Однако, заметим, что реальность всех этих описаний в том, что после катаклизма именно вот эти орды прикочевали, как нагайцев, которые в какой-то степени выжили, видно, до этого существуя в той великой тартарии, в горных местностях, и прикочевали вот в эти степи. Разом с счастью крымских тартар, но это уже другое дело и другая история. Слушаем, что же нам Тунман предлагает о их верованиях. Нагайцы – суннитские магометани, как и крымцы, но у них очень ограниченное понятие своей религиозной системы. Посты и другие обряды плохо соблюдаются. У них сохранилось много суеверий языческих монголов. Так, например, они все еще вешают лошадиные головы на заборы, считают каждый тринадцатый год несчастным и так далее. Но они не преследуют никого из-за его религии и совсем не стараются обращать других в свою веру. Но если это правда, то в этом и есть некий смысл. Во многом описание Тунмана не совсем объективный, перепев из недостоверных источников. Ну и что, пальчиком ему помахать? Ай-ай, как неладно, Гер Тунман. Да что с того? Он воскликнет, чуть не плача. Да не виноватая я и так далее. Толерантный ведь век Ежеси уже тогда начался. А у немцев почти всегда таков был. Тем более, так сказать, солидно при, так сказать, приправленный ложью и фальсификациями. Интересное описание Тунмана самой страны, как он заметил. Страна эта совсем не имеет городов. Вот оно. Прежде было несколько на Днепре этих городов, но они разрушены. Как наиболее значительное поселение укажу следующее. Алешки на острове Днепре, неподалеку от то места, где он впадает в лиман. Теперь это маленькое местечко и укрепление. Но прежние знамения и ты хотя бы, вероятно, небольшой город. В русских летописях он называется Олеш, нубийский. Географ называют его Олески. Итальянцы в генуэзский период называли его Элличей, Элличей Эресси. В 1084 году русские взяли его у греков, и им он принадлежал еще в 1153 году. Ну, хватит. Нет сил читать эту подлую ложь. К концу 14-го столетия здесь был даже французский монастырь. А в конце концов запорожские казаки, вот это похоже на правду, с 1711 по 1703 год имели здесь уже свою сечь. Еще один упоминает город Аслан, маленькое укрепление на том же Дебре, но еще выше на той же реке лежало укрепление Каменный Затон, заложенное русскими в конце 17-го века, но в 711 по Прутскому договору срытое. Там же лежат острова Сабик, Тендратор, Леган и так называемые татары в общем имене остров Тентеви. Прежде была связная длинная узкая полоса земли, вердер, которую греки называли ристалищем Ахиллеса, Дромос Ахиллесо, Ахиллеос. Она приблизительно в середине соединялась с материком. Однако уже в начале 5-го столетия по Рожешту Христова начало распадаться и на острова, и только высокие местности выступали над водой. Впервые у Гевидо из Равенны они названы Дандарион. Император Константин называет его Адарой, или, вероятно, правильнее Тандара. Это острова, населены ныне рыбаками. Таковы у Туммана описания Нагаев, восточных Нагаев. Но нам особо занимательно упоминание арестающей Ахиллеса. Да, братья, был тут или он, или трое. Как хотите, верьте, не верьте, но был он именно в этих местах. Но об этом мы говорим в других наших статьях. К ним мы и отсылаем. Так как цитируемая нами книга Туммана является лишь Акреми, частью его большого труда, и многое выпадает из нашего поля зрения, так, вероятно, всем заинтересованным мы к нему и отправляем. Найдите, попробуйте, найдите перевод, или почитайте в подлиннике, коль сохранился. Понятно, что многое здесь выпадает, и некая связанность рассказа Туммана тоже. А далее мы послушаем, что наш просвещенный немец писал о Эдисане, или западном Нагае. Эта область находится между Бугом и Днестром, с юга ограничена Черным морем, а с севера-запада отделяется от Польши Колымой и Егорлыком. Местность Оу, Асу или Очакова между Бугским лиманом и Дилиголем принадлежит туркам, то бишь османом, остальная территория находится под властью Крымского хана. Ну, и тут ведется рассказ о количестве этой Нагайской западной орды, которую оценивают в 7 тысяч луков, что и приводится и в истории до 1774 года, когда тут уже была Русская империя, и где прикочевали они степи между Волгом и Яиком, где около 1644 года их поработил Хоорук Ханторготов. Она подчинялась также знаменитому Аюке, но держалась тогда преимущественно по всю сторону Волги. Ну, и в итоге Дели Султан Сыроскер Кубани увел ее из, так сказать, части этой орды в несколько тысяч семейцев, перевел их на Кубань, откуда они и были переведены на Днепр. При смутах, возникших после смерти Аюке, тут часть из них бежала по ту сторону Дона и обратилась под защиту порты и Крымского Хана, и получили вместе с прежними упомянутыми своими соплеменниками земли между Днепром и Днестром для жительства. Это, да, сделалось здесь так значительно и сильно, что в 1758 году посредством восстания свергла с Крымского престола Алин Герайхана и посадила Крым Герайхана. В 1770-м она снова подчинилась власти России и по доброй воле перешла на Кубань. И хотя эта орда сейчас по заключению мира должна была бы вернуться на прежнее место, но уже не согласилась и все еще на Кубани, по сообщению Туммана, остается. Кроме того, в стране находились еще многие отделившиеся ветви прежних Астраханско-Нагайских колен, Келечи, Старые Подденеюки, Манджак, Крытояки, Алаш-Бодрак, Ас, а кроме того Аккою, Багадин, Отчадир и так далее. Заметим здесь, друзья, не для того, чтобы вызвать какие-то споры, а для того, что судьба и состояние Астраханского ханства это великая тайна. И правдивость того, каким было и это Астраханское ханство, и было ли оно в том виде, как нам подает история, официальная история, очень сомнительно. То, что-нибудь то присоединил, и может быть действительно присоединил при какой-то период, возникший раз при Великой Гран-Тартарии, но это было наверняка перед катаклизмом начала XVII века, что, естественно, то великий Иван Грозный, когда он присоединил и Булгарию с Казанью, и Астраханское ханство, это не были те тюркскообразные государства, которые нам подает официальная история. Скорее всего, это были номинально подобные до Москвы, и такие же части Гран-Тартарии, как и сама Московия, то есть населенное славяноязычным населением, и, в общем-то, может быть с привлечением тюркских шатрийских родов для воинской силы их государств. Но тема, в общем-то, сложная, и тут мы ее опустим при осмотрении описаний и рассказов Тунмана о Нагаях. Заметим, что Нагаи наверняка были частью этого Астраханского ханства. Естественно, все то, что мы тут высказываем, вряд ли соответствует современным представлениям историографии и наверняка мы должны зачислить Нагаев наших предков. Но в какой-то мере. А Украина? Ау? Россия? Ау? Где вы, мать вашу великую? В реописании событий 1775 года, 1755 года, можно наверняка видеть в этом последствия этого, этой ассимиляции и последующего, так сказать, исчезновения Нагаев фактического из историографии. Субтитры создавал DimaTorzok Фондю любит тебя! Субтитры создавал DimaTorzok ero